Как повысить уровень знаний у всех школьников и увеличить количество выпускников с наивысшими баллами на ЕГЭ? Эти и другие вопросы педагогическое сообщество обсудило на совещании, посвященном перспективам развития системы образования городского округа Люберцы. Все подробности далее. Теперь учителям люберецких школ составить план работы на месяц, четверть или полугодие будет еще проще. Поможет планинг «Настольная книга педагога». В ней учтены все нюансы, с которыми в своей работе может столкнуться учитель. К тому же планинг именной. Потерять точно не получится. Нам теперь будет очень удобно хранить информацию, всю информацию, которая будет важна по работе. Я уже пролистала, посмотрела и отметила, что мне работать будет удобно. Удобно. Это развернутый календарь, где можно сделать определенные пометки. Важно не забыть. На полях можно также записать нужную информацию. Кроме этого, есть еще отдельные листы для заметок в конце самого планинга. И все же системе образования не обойтись без изменений, пусть и не кардинальных. В первую очередь нужно решить, как сделать, чтобы слабые ученики тянулись к сильным, а не наоборот. Во время совещания руководители образовательных учреждений предложили несколько вариантов, среди которых создание профильных школ, гуманитарных и физико-математических, а также привлечение высококлассных специалистов из других регионов. А здесь нужно взяться со стороны, который не зашуренный, ни с кем не связанный. Ну, какая-то социология, какие-то опросы, а потом какие-то предложения. И тогда этот тревог мы можем сделать. Потому что мы из этого болота, вот так, между собой, никогда не вылезем. Бессмысленно. Также глава округа поручил начальнику управления образованием создать рабочую группу и в течение двух недель подготовить анализ и план работы, по которому будет развиваться система образования в ближайшие годы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.